Вера Холодная Весной 1919 года, когда части Красной Армии вошли в Одессу, здесь на базе частных кинофабрик была создана первая в Украине государственная киностудия. Сначала киностудия в Одессе называлась киносекция политотдела 41-й дивизии Красной Армии, которая снимала агитфильмы и ленты на военную тематику. Расцвет киностудии начинается с 1922 года, когда она вошла в состав ВУВКУ, всеукраинского фотокиноуправления, которое было самостоятельной хозяйственной и юридической единицей. Это был аналог сегодняшнего госкино. Но в отличие от сегодняшнего госкино, там не было государственных денег. Из казны государства там ничего не было. Они сделали просто, в чем-то остроумное. Им помогла Мария Андреева, подруга Максима Горького, в Берлине закупить пакет немецких фильмов для проката. Они сразу один из пакетов продали России, потому что у Украины была культурная автономия. И таким образом был создан стартовый капитал. И до 1930 года в течение восьми лет ВУВКУ достигло удивительных успехов. Они строили студии, кинофабриками тогда назывались. Они снимали фильмы, финансировали съемки фильмов. Причем элитарных, как бы сегодня сказали, артхаусных, так и ориентированных на массового зрителя. Словом, это была такая комплексная программа. ВУВКУ сумела привлечь к сотрудничеству с Одесской киностудией многих известных актеров, режиссеров, писателей, художников, специалистов из-за рубежа. Были приглашены из Германии художники во главе с чрезвычайно талантливым и опытным специалистом Гайнрихом Вайс-Дзенкерцем. И еще несколько немецких художников. Немецко-турецкий режиссер Мухсин Бей появился в Одессе. И наиболее такие известные фигуры – это операторы Мариус Голд и Иосиф Рона. Рона был особенно ценной фигурой. Он не был великим художником, но имел опыт нескольких лет работы в Голливуде, не говоря уже о немецких киностудиях. Он был режиссером и оператором. В Одессу ехали творческие люди отовсюду, чтобы попробовать свои силы в экранном виде искусства. Найбольший, мабуть, что внесок в работу Одесской киностудии внес выдающийся ремесленник российского кино Петр Чардынин. Я говорю «ремесленник» совсем не в оскорбительном тоне. Он не делал фильмов, которые стали достоянием в искусстве кино. Но Чардынин был одним из первых отечественных режиссеров, который первым научился профессионально снимать потоковую продукцию. Именно Чардынин начал, как теперь говорят на жаргоне, строить всех работников студии. Это были абсолютно случайные люди, которым нравилось играть в кинематограф. И не более. Не было никакого порядка. Не было никакого представления о какой-либо системной работе. Чардынин, будучи художественным руководителем студии, фактически стал ее руководителем творческим и техническим. Вскоре на базе Одесской киностудии, с непосредственным участием ее творческих и технических работников, в Одессе был создан кинотехникум, который готовил кинематографистов, профессионалов в различных областях. От актеров, режиссеров, сценаристов к специалистам по обработке пленки, киномехаников, осветителей и других. Еще один революционный шаг, который ВУФКУ сделал в Одесской киностудии, это назначение в 1925 году на должность директора Павла Нечеса, который, несмотря на свой большевистский статус, смог заслужить уважение требовательной творческой молодежи. Нечес был моряком Черноморского флота. Нечес был моряком Черноморского флота, активным участником гражданской войны и революции. Принимал также участие в штурме Зимнего дворца. Фигура была чрезвычайно колоритная. Он появился на студии в длинном кожаном пальто на голое тело. На боку висел здоровенный матросский Маузер. Появление Нечеса принесло коренные изменения в жизни студии. Этот совершенно простой моряк, человек из народа, который не имел абсолютно никакого образования, имел чрезвычайно развитой здравый смысл. Как теперь говорят, чуйку. Эта чуйка Нечеса стала легендарной. И именно она помогла одесской студии обзавестись большим количеством талантливых людей. Которые внесли разный вклад в работу студии, но без которых представить ее сегодня невозможно. Павла Нечеса считают крестным отцом режиссера Александра Довженко, который написал сценарий к фильмам «Вася, реформатор» и «Ягодка любви». Он попытался снять фильмы по своим сценариям. Но не имея кинематографического опыта и не владея техникой, Довженко создавал инцидент за инцидентом. В ситуацию вмешался Нечес. Нечес гениально понял простую вещь. Он вызвал к себе Довженко и сказал «Саша, никогда не пишите сценарии. Сценарист из вас никакой. Попробуйте себя лучше в режиссуре». «Ну, если уж не выйдет, значит, из тебя кинематографиста не получится, и мы разойдемся». И запустил его в ту знаменитую картину «Звенигора». Причем ему снова хватило ума. Он дал ему толкового специалиста Бориса Завелева. Завелев сделал для Довженко все, что он хотел. Фильм «Звенигора» сделал молодого режиссера знаменитым и произвел большое впечатление на тогдашних мэтров российского кинематографа Сергея Эйзенштейна и Всеволода Пудовкина. Это очень важно и говорит о том, как была построена эта украинская индустрия кино. Она и была построена таким образом, чтобы готовить профессионалов, которые станут основой для поиска особых кинематографических талантов, таких как Довженко. Их было не так много, но даже один Довженко стоил той огромной работы в Увку, которую она провела для того, чтобы сделать эту студию профессиональным центром. Итак, Одесская киностудия дала миру великого режиссера, мыслителя и патриота Александра Довженко. Именно тогда на украинском кинематографическом небосклоне зажигались звезды не только будущих режиссеров, операторов, художников, но и актеров. Среди них был Амвросий Максимилианович Бучма. Амвросий Бучма, который был ведущим актером не какого-нибудь театра, а театра «Березиль», возглавляемого Лесем Курбасом, он, тем не менее, покинул театр и пять лет посвятил только кино. Амвросий Бучма, которого называли Бронек. Бронека знала не только вся Одесса. Он оказался наиболее востребованным актером и сыграл главные роли в более чем пятидесяти фильмах. В представлении зрителя создавалось впечатление, что Бучма должен присутствовать во всех фильмах, которые выходили тогда в прокат. Он был настолько востребован, что зрители вообще не понимали, как это выходит кино и в нем не играет Бучма. Ну, просто ходили и спрашивали, а когда будет Бучма? Ну, привыкли. Видите ли, это же 50 картин, очень много. Знаковым тогда стал историко-революционный фильм «ПКП». И не потому, что это был первый опыт постановки батальных сцен и дебют народной артистки Украины и СССР Натальи Ужвий, а потому, что один из ведущих военных деятелей УНР, атаман Юрко Тютюнник, сыграл самого себя. Одесскую кинофабрику в 20-е годы восторженно называли «Голливудом на берегу Черного моря», поскольку здесь предоставлялся широкий простор для всевозможных творческих экспериментов. С первых дней существования киностудии формировался ее личный творческий почерк и стиль, отличный от российского. Именно тогда зародилась школа мифопоэтического кино, которое иногда называют просто поэтическим. А на самом деле оно мифопоэтическое, потому что здесь большое значение имеет мифологическая составляющая. И именно тогда начал твориться миф, экранный миф относительно Украины. Как известно, кино в значительной степени предлагает жителям тому или иному национальному или мировому сообществу миф, в том числе о нации. Как известно, Америка, Соединенные Штаты — это миф, созданный кинематографом Голливудом. Украинский миф и выразительное его проявление содержатся в фильмах Довженко. Это миф о различных вариантах создания нации. Первый — это оглядки в прошлое и представление о том, что именно в прошлом спрятана определенная тайна, определенное сокровище, добывание которых даст возможность вернуть нации этот духовный капитал. Второе — это то, что определено в творчестве Кавалеридзе и творчестве Довженко, других художников кино. Миф заключается в том, чтобы соединить прошлое, в том числе и давно прошедшее, с современным и будущим. По мнению киноведов, тогдашнее украинское кино отличалось от российского меньшей агрессивностью идеологического наступления на зрительскую аудиторию. Именно размытая идеологическая оболочка, высокий художественный уровень фильма в Одесской киностудии позволил им выйти на мировой уровень, демонстрироваться на экранах многих стран. Украинские фильмы, они были востребованы. Фильм «Укразия» о борьбе со шпионажем каких-то приключениях времен Гражданской войны пользовался очень большим успехом. Его показывали в Нидерландах, в Германии, во Франции. Первым звуковым фильмом Одесской киностудии стала картина «Калиевщина» режиссера Ивана Кавалеридзе, которая вышла на широкий экран в 1933 году. Несмотря на все идеологические правки, фильм остался очень патриотичным. Иван Петрович был родоначальником исторического фильма. Его первые работы были монументальными и по форме, и по содержанию. Очевидно, он прославил наш кинематограф, потому что в душе был мыслителем, монументалистом. И то, что он получил как скульптор, он пытался воплотить в кадре. Однако 30-е годы стали для студии годами потерь. Политические чистки во время Большого террора привели к сокращению программы производства. 1937 год – всего пять фильмов. 1939 – всего два. Репрессирован был и директор студии Павел Нечис. И все же в предвоенные годы на Одесской студии был основан в отечественном кинематографе жанр маринистики. Фильмы о море, моряке и морской ястреб Владимира Брауна, морской пост Владимира Гончукова, дочь моряка Георгия Тасина подтверждали способность студии в условиях жесткой кадровой чистки и волны репрессий создавать любимые народом ленты. Во время Второй мировой войны студия была эвакуирована в Ташкент, частично в Алма-Ату. В известных фильмах «Два бойца» Леонида Лукова, Иван Грозный, Сергея Эйзенштейна и многих других снятых в то время есть значительный вклад режиссеров, операторов, художников, звукооператоров Одесской киностудии. Своё возрождение киностудия начала фильмом, который стал знаковым не только для неё, но и для всей страны. «Весна на Заречной улице» стала первой кинокартиной, которая сломала традицию лакированного кино, которая была официально утверждена до тех пор властью. С неё начался новый этап осмысления и воспроизведения современной жизни в кинематографе того государства. Из Москвы очень много людей в Украину ехали снимать свои первые фильмы. Здесь им очень охотно давали возможность, потому что искали, кто может зацепиться, чтобы утвердиться здесь. К сожалению, очень немногие. Но самой яркой страницей в истории Одесской киностудии остаётся послереволюционная, голливудская, известная именами Довженко и Кавалеридзе, Курбаса и Бучма, Заньковецкой и Ужвий, а также многих других, кому десятая муза тоже была благосклонна.